Приветствую вас, я согласен со своими коллегами, со своей точной коллегой, которая сказала, что у вас вот силы, они могут, ну, куда-то уходить, да, то есть силы могут ваши на что-то стратиться, и я полагаю, что нужно выяснить, на что сила уходит, вот, значит, куда уходят ваши силы, с чем связано то, что они уходят, эти силы от вас и так далее. То есть понятно, что здесь принципиально важным моментом является определение конфликта, ведь именно, именно на конфликт и уходят все ваши основные ресурсы, я так полагаю. То есть, именно внутри вас, именно внутри вас есть некий конфликт, который отнимает все ваши ресурсы. Можно, конечно, говорить о том, какова природа конфликта. Но я полагаю, что именно природу конфликта нужно выяснять с вами. Причин очень много, и о них можно только гадать. Это первое. По вашему описанию можно предположить, что вы находитесь в неком, в неком таком депрессивном состоянии, я бы сказал. То есть, состояние своего рода подавляющее вас. То есть, что-то извне вас подавляет. Что-то извне оказывает на вас такое влияние, что вы сами не знаете, что вам делать. Такая вот интересная история. Депрессивный синдром, он, как правило, на этом и завязан. Что человек, как бы, не чувствует себя свободным. Не делает того, чего хочет. И вот здесь мы с вами подходим к еще одному очень важному моменту. Это момент ваших желаний. То есть, насколько вы свободны в их проявлениях. Я имею в виду, насколько вы свободны в проявлении ваших желаний. Проявляете ли вы их? Значит, делаете ли вы то, чего хотите? Может быть, усталость это своего рода подсказка вам о том, что то, что вы делаете, это не ваше. И делать это, в общем и целом, не нужно. Согласитесь, вполне, ну, вполне хороший вариант, как мне видится. То есть, может быть, ваша усталость это сигнал к тому, чтобы вы прекращали делать то, что вам делать не нравится. Но вопрос опять же в том, да, что именно вам нравится делать, что именно вы хотели бы делать. И интересует ли вас что-то или нет. Что вам нравится, что привлекает. Чем бы вы могли заниматься всё в свободное время, без устали? Мне кажется, вот, ответы на данные вопросы также нужно поискать. Потому что именно они, ответы на эти вопросы дадут вам ключ к пониманию ваших проблем. Вы знаете, ваша мама, на которую, на которую вы, грубо говоря, равняетесь, тоже могла сыграть роль свою, свою особую роль в том, что с вами случилось. То есть, роль в том, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете. Я, конечно, не знаю, но обычно, как когда родители такие активные, их дети наоборот, более зажаты. И у этого есть свои, опять же, причины. Как правило, причина кроется в том, что родители не очень приветствуют то, что их дети могут стать соперниками им. Родители подсознательно могут бояться этого, что это заставляет их интенсивно принесать своих детей. Я рекомендую вам подумать об этом. Чего для вас хотела ваша мама. Что говорила, ну, в кондикте того, чего она хочет для вас. Что говорила. Что говорила. А что реально делала. Возможно, такая история, когда мама, например, искренне желая того, чтобы... вы были такой же активной, как и она. Делали при этом всё для того, чтобы вы не были такой, как она. С чем это связано? Ну, опять же, с подсознательными желаниями вашей мамы. Поэтому, с одной стороны, важно, чтобы вы увидели свой конфликт внутренний, личностный. Значит, и с другой стороны, важно, чтобы вы увидели свои желания, на которые вы наступаете, на мой взгляд, которые вы не реализуете. И с третьей стороны, чтобы вы увидели свою маму и вот для начала раскрыли причины хотя бы того, почему равняетесь на... на неё. В том, что, вот, делаете. То есть, ну, допустим, ваша мама, она активная, но вы совершенно не обязаны быть такой же активной. Да, я полагаю, что это понятно. Но вы почему-то, вот, как-то воспринимаете это так, что вы должны быть как она. И мой вопрос заключается в том, как часто вы её сравниваете, то есть как часто вы сравниваете свою маму, да, и себя. Как часто вы пытаетесь равняться на неё, например. с какой целью вы это делаете, получаете ли вы от этого удовольствие и так далее. И откуда, в общем, взялась сама идея равняться именно на маму. Грубо говоря, неудели нет каких-то других, более, скажем так, адекватных именно для вас ориентиров. Ну, ориентиров именно для того, чтобы равняться. Вот. На этом всё, если пожелаете разобраться с тем, что с вами происходит, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.